Добрый день! Попробую снять видео про посадку перцев под солому. Вот перцовая грядка. От солнца, она прикрыта вот таким тюлем. В принципе, в дальнейшем можно будет ее прикрыть более каким-то приятным и правильным материалом. Вот часть грядки мы уже посадили. Они тут растут. Сейчас я с другой стороны зайду. А часть посадим вот эту замечательную совершенно рассаду. Вот видите, как устроена грядка. Она полностью совершенно закрыта скошенной травой, соломой. И вот в ней, прямо в солому и сажаем. То есть, таким образом, земля прикрыта, влажность сохраняется. И солома постепенно гниет. И в течение года она перегниет в отличный гумус. А вот и рассада. И вот сюда, на этот кусок, ее будем сажать. Ужасно неудобно работать одной рукой, снимать и фотографировать. Но все-таки попробуем. Вот я вытащил из гнезда одно растение. Смотрите, как это просто. Вот здесь. Раздвигаем солому. Делаем... Видите, какая земля. Смотрите. Делаем ямку. Засовываем наше растение. Прижали. Прикопали. И прикрыли. Вот еще. Вот он сидит. Вот эти посажены были недели три назад. А эту вот мы сейчас и посадим. Спасибо. Ну вот. Грядка посажена. Видите, вот. Все посажено. При таком способе посадки, при таком способе выращивания под соломой... Вот в такой грядке в прошлом году мы получили 15 ящиков 10-килограммовых перцев. Причем посадка достаточно загущена. И это сделано специально, потому что... Я считаю, что когда у растений больше конкуренции, то плоды, может быть, будут немножко более мелкие, но гораздо более ароматные и сладкие, и количество питательных веществ в нем будет больше. А коробочки... Коробочки. Они хоть и одноразовые, но они целые. Их можно будет использовать в следующем году. Поэтому выбрасывать их совершенно не стоит. Ну вот. Осталось прикрыть тюлем эту половину, чем мы сейчас и займемся. Ну вот. Готово покрытие второй половины грядки. Она вся накрыта. Давайте теперь попробуем подытожить то, что здесь происходит. Перцы, хоть и южные растения, и любящие солнце, но при нашем солнышке, очень ярком и жгучем в середине дня, мы заметили, что плоды обжигаются солнцем. Поэтому мы их, собственно, и накрыли тюлем. Он открыт, то есть это позволит насекомым прилетать и опылять растения. Теперь по поводу грядки и трудозатрат. Посадка вот половины грядки заняла 10 минут, то есть 20 минут вот на такую грядку. Постройка хамамы, постройка теплички заняла еще 10 минут, 10 минут накрыть. В общем, где-то за час грядка готова. Плюс ко всему, к этому надо будет еще пройтись, по ней еще пару раз сформировать кусты и только собирать урожай. То есть, собственно, трудозатраты на такую грядку пару часов. И, как я сказал, в прошлом году было 15 ящиков 10-килограммовых перцев. Спасибо, благодарю за внимание. Ставьте лайки, если нравится. Если нет, не ставьте. Пишите комментарии. Спасибо.